Первый раз снимаю себя в наушниках, потому что очень удачное дело. Можешь сидеть и думать, ну придурок. Ты дальше будешь снимать или нет? Да, конечно, ведь у меня такое важное видео сейчас. Я сейчас должна снимать, как мы оформляем лен в рамку. Но мне не до этого, потому что я занята чем? Самолюбованием. Масага Кростич. Я такая классная, аж самой противная. Всем привет из Киева, меня зовут Оксана. И начну я свой Кростич-флог с ответа на комментарий из Инстаграм. Значит, пользователь с ником Уют-Тепло задает мне вопрос. Оксана, здравствуйте, почему вы не приобрели станок Stitch Smart? Ведь он считается самым лучшим станком. Я приобрела диванный станок, но на нем невозможно вышивать, он постоянно складывается. Вот и думаю, может и такой станок тоже нехорош. Что вы думаете об этом? И органайзера пака у вас вроде как нет. Может, это у вас своеобразный протест? Очень интересно, что вы скажете. Спасибо за вопрос. Дело в том, что у меня на самом деле есть органайзер пака и ниточный, и иголочный. Никакого протеста здесь нет. Просто я стараюсь выбирать вещи не по разрекламированности, а по необходимости. То есть, я не падкая ни на рекламу, ни на какие-то эффекты массовости. То есть, когда или весь YouTube, или все форумы закупают одну и ту же вещь и говорят, ой, какая она классная. Нет, дело в том, что станков таких классных, универсальных, на самом деле, очень мало. Это тот же Stitch Smart, это тот же Amonic, еще там вот в последнее время, конечно, их стало намного больше. И сами умельцы делают, продают через контакт, ну и так далее. Я же не приобрела себе станок Stitch Smart, не приобрела себе Amonic. По одной простой причине, именно я эти станки не пробовала, потому что у меня уже есть достаточное количество станков. И к тому же, если мне что-то понадобится, мне всегда муж это сделает. Но если изобретут станок мечты, я не знаю, и мне надоест вышивать на моих, хотя я сомневаюсь в этом, то я, конечно, приобрету. Но по поводу станка Stitch Smart, я бы хотела даже зачитать свой же собственный комментарий под видео Жанны Рон, когда она делала обзор на этот станок. И я увидела его как бы во всей красе, скажем так. Я подозревала об этих его свойствах, но когда я увидела подробный обзор, я поняла, почему я его не хочу. И я просто зачитаю дословно свой комментарий. Я бы его сломала за неделю. Не люблю церемониться с вещами. Они должны облегчать труд, а не портить нервы. Я согласна с самой собой. Обзор шикарный. Увидела все, что нужно увидеть. Спасибо. Минусы для себя увидела такие. Все шатается. Вибрация портит нервы и зрение, как мы знаем. Пластиковые шестеренки действительно ненадежны. Я бы быстро с ними разделалась. Невозможность использования большой рамы без дополнительных ножек по бокам. Это недостатки. Невозможность установки более широкой, а соответственно и тяжелой лампы на станок. Так как он банально падает. Это информация с форумов. Нет места для дополнительных мелочей, органайзеров и так далее. Как вы знаете, я очень сильно люблю, чтобы было все на одном станке. Таким образом, цена не соответствует уровню комфорта. Еще один момент, о котором я хотела упомянуть, это то, что мой муж стал отвечать на мои комментарии под моим именем. Это просто супер. Потому что он знает меня, знает, чтобы я примерно ответила. Но на самом деле, конечно, вносит лепту своей иронии какой-то. И таким образом, его первые ответы на комментарии можно наблюдать под видео о аудиоприколах последних. И, конечно, вы, может быть, их и не узнаете, но это и к лучшему. Но вот такой факт есть. Так что не могу ничего с этим поделать. Конечно, было бы супер, если бы у меня был помощник, который бы постоянно отвечал, да и не шумей, пожалуйста, на мои комментарии. Это было бы просто отлично. На комментарии под моими видео. Потому что, честно говоря, я уже не успеваю. Ну, как не успеваю? У меня есть другие дела, другие заботы. Мне как-то это стало занимать слишком много времени. Хотя очень сильно хочется всем ответить даже на простое спасибо. Но я ставлю уже лайки просто под комментарием, что я увидела. Большое спасибо и так далее. Но теперь и мой любимый мне в этом иногда по настроению будет помогать, я надеюсь. И еще третий такой момент. Я дошила такие, как бы магнит или не магнит, логотип на пластиковый конвейер, логотип компании мужа. Но он ни мне, ни ему, наверное, ему. Тем более он мне не нравится. Ну, мне он вообще не нравится, потому что, ну, посмотрите, очень бэкстич грубо сделан. Естественно, мы схему делали сами. Бэкстич я вообще обыкак делала. Я же говорю, я в этом плане не творческая личность. Мне надо, чтобы схема была разработана профессиональным дизайнером. Только тогда я смогу быть довольной, результатом смогу. Ну, это получилась вот такая вот штукенция, которую я... Во-первых, я мелочи не люблю шить, да, она у меня валялась, я про нее вообще забыла. И, во-вторых, получилось непонятно чем. А теперь посмотрите, пожалуйста, как я оформила свою Яндекс.Почту уже довольно давно и наслаждаюсь этим по сей день. Она у меня была то космическая, то еще какая-то, но там сделали обложку, вышитую крестиком. Ну, как я могла это все не вставить себе? Естественно, я это сделала. Классно. Купили мы нашей доченьке вышиванку, потому что на День Святого Николая, который у нас празднуется впервые в жизни, потому что в школе, так сказали, мы купили ей вышиванку. Это было по правилам. У нас это первая вышиваночка. И я хочу сказать, что, таки, да, я придерживаюсь такого мнения до сих пор, что вышивать вышиванки я никогда не буду, только, ну, и скатерти и всякое такое, потому что это бесполезная трата времени. Вы поставили пятно на одежду, поставили там на скатерть пятно и все, куда эту вышивку девать. А вы над ней могли не один месяц работать. Поэтому для меня это как бы вопрос такой закрытый. Заплатил 200 гривен. Вышивка красивая, аккуратная, вышитая машинная, естественно, машинная вышивка. И мы вполне довольны. Присмотрели еще пару вышиваночек в эпицентре, но пока не было размеров. И обязательно приобретем их, и обязательно вам их покажу. Решили поменять обивку на старом диване, но обивка дорогая выходит. Посмотрите фотку в инстаграме, я писала там цены внизу под фотографией. И мы решили сделать так. Купили две шторы за 300 гривен, по 300 гривен. И что-то еще. И плед красный. И сейчас в процессе. Посмотрите, как классно получилось. Первая часть это выдвижная, на которой спим. В данном случае сидим. Что делаем, Дарин? Играем. И прыгаем. А уроки? Вот такие сокровища можно найти где-нибудь между частями дивана. Вот и все кростич события на сегодня, которые можно было вместить в формат кростич-влога. И всем огромное спасибо за внимание. И встретимся с вами именно в кростич-влоге в следующем году. А на канале уже через пару дней. Субтитры подогнал «Симон»!